Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Вы знаете, у многих толкователей, даже у самого Иоанна Златоуста, блаженного Феодорита, находим такую мысль, что в данном случае, в данном случае, это был век, век такой чрезвычайный, конечно, это первый век чрезвычайных дарований, говорят, что можно было силою молитв общины сделать так, что человек становился бесноватым. Вы знаете, встречаются вот у них, но как-то это не вызывает, вы знаете ли, полного согласия. Нельзя же, ну, можно ли молиться, чтобы Господь сделал его бесноватым? Как-то это выглядит очень уж странно. Поэтому здесь, возможно, здесь и другая мысль, что предать сатане во измождение плоти, то есть отлучить человека от общины. Вы знаете, вся община причащалась всегда. Когда собирались по воскресным дням, то все причащались. И неудивительно, гонения были непрерывные. В любой день, сегодня ты жив, через час тебя уже схватили. И люди были готовы, в основной своей массе, готовы были к принятию причастий. Все причащались. И одним из самых тяжелых наказаний это было запрещение ему причащаться. Ну, человеку запрещение. Кажется, член общины, но причащаться не мог. И вот это его запрет причащения получается, что же? Если ты отлучаешься от общения со Христом, следовательно, ты с кем? Ты сближаешься с духом каким? Ясно? Не Христовым, то есть противоположным, сатанинским духом. Это действительно так. Так вот, поэтому, видимо, может быть, может быть, я говорю, что в данном случае речь идет о чем? Об отлучении от общения евхаристического. И это отлучение, вы представьте себе, как оно могло действовать на человека? Вот я помню, был один случай, не буду сейчас рассказывать, но когда мы одна учились, и мы одного, ну, надо было, отлучили его от общения. Он подходит, а мы отворачиваемся. Он спрашивает, а мы не слышим. Все! На другой день он, прежде чем преподавец пришел, выскочил в сеть, простите меня, простите, я больше никогда так делать не буду. Слышишь, что такое отлучение? Это действительно во измождении плоти. Быть отлученным от общины, это очень тяжелое, тяжелейшее наказание. И поэтому апостол дальше, в следующем послании, он просит принять. Мать, хватит! Он покаялся, довольны его. Вы слышите? Поэтому мне кажется, что в данном случае речь идет об его отлучении от причащения, от общения евхаристического вместе со всеми. Он становится, как, знаете, говорят, изгоем, становится отлученным. И это наказание, конечно, действует на человека тяжелейшим образом. И на душу, и на тело. Но, повторяю еще раз, если возьмете толкование, я смотрел, специально посмотрел, то многие считают, что человек, этот человек, на какое-то время становился бесноватым. но надо понимать, это, наверное, все-таки в переносном смысле. Коли не со Христом, значит, естественно, духи злобы имеют больший к тебе доступ. Как об этом писал Антоний Великий. Вы знаете, он замечательно писал, когда мы живем по воле Божией, то мы становимся едиными с Духом Божьим. Когда же мы поступаем противоположным образом, то, и вот дальше интересны его слова, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Мне кажется, вот эти вот слова Антония Великого точно отвечают на данный вопрос. Вот что такое во измождении плоти. Человек соединяется с демонами-мучителями. Он страдает и душой, и телом. Всем! Почему апостол потом и призывает простить его? Простить! Призывает! И, наверное, так и сделали, конечно. Вот так, скорее всего. Субтитры создавал DimaTorzok